друзья всем привет я еще в луганске не уехал весна пока продолжается еще тепло но так как я еще остался сейчас еще пойдем с вами немножко прогуляемся сегодня уже вроде рынок работает поэтому пойдем прогуляемся посмотрим что там у нас так друзья сначала с вами прогуляемся мы здесь по центру по парку шоколад слева много машин стоит в парке тоже какие-то люди есть видите с правой стороны много машин как вы понимаете снимая опять на другую камеру опять без микрофона так что звук пишу за кадром ну в принципе я буду говорить то что я и говорил в прошлый раз солнышко тепло хорошо как будто весна на улице друзья а после нового года обещают нам морозы пока что тепло он видите даже травка зеленая люди он на лавочках сидят голубей кормят по левой стороне мегастар плаза идет у нас за ней он вдалеке котельная большая труба обогревает соседние дома и детскую областную больницу я правда не знаю как она сейчас называется она она не областная как республиканская детская больница здесь ночью принципе по этой аллее фонарики горят раньше конечно парк тут был другой тут было еще две параллельные ближе к дороге еще тропинки более узких были то есть не одна вот эта центральная по бокам еще две были там еще были перемычки периодически между вот этой основной аллеей боковыми и там стояли лавочки там можно было посидеть это давно давно было еще вот постсоветские времена а потом боковые вот эти трубки убрали засадили все травой и осталось только тут центральная аллея здесь вот одно время слева и справа по этой центральной аллее стояли мы их называли собачники короче говоря люди продавали тут щенков кошечек собачек и плюс там всякие ошейники там отблох корм и другую всякую ерунду но мы сейчас с вами свернем тут пройдем о нас пропускают отлично пойдем сейчас через центральный вход вдалеке вернется по левой сторону огурец так он и стоит заброшенный никому не нужный большое такое шикарное здание центре города когда-то там какой-то институт был здесь кстати видите ларьки снаружи убрали раньше тут было не пройти не проехать бывший по правую сторону магазин нептун там раньше колбасу продавали живую рыбу там и так далее а вот этот вход в центральный рынок здесь он подкрепиться можно шаурма всякой этом сосисточки хот-доги колбаски чайок водичка и все такое но мы идем с вами дальше друзья здесь начинается вещевой рынок плюс перемешку немного тут всякой электроники там колонки наушнички даже телевизоры по моему здесь стану всякая такая мелкая бытовая техника эти люди есть а то мне говорят что людей нету друзья вечером людей нету потому что комеднатский час и город рано вымирает пошли транспорт ничего не ходит а днем с учетом что сейчас вот это мы идем уже с вами после праздников то есть многие еще бухают гуляют не все модули работают здесь вот рыбочки ухты гляньте у них прямо осетры плавают маленькие осетры ё-моё классно наверное этот стерлядь не он говорит короче что это именно осетры интересно молодцы ну и тут всякие прибамбасы продаются здесь дальше снасти тоже ну тут еще для аквариум всякая утварь а дальше идут короче рыболовные снасти здесь спиннинги удочки прикормка то есть если кто-то в луганске будет и соберется на рыбалку то можно вот сюда хотя друг сказал что вот на северский донец который у нас находится на линии разграничения бывшей там очень плохо еще разминировали то есть туда опасно ездить на свой страх и риск короче говоря лучше туда пока на рыбалку друзья не ездить либо уже в какие-то проверенные места которые там я не знаю может кто-то себе специально там проверял разминировал я не знаю ну короче опасно в этих местах еще друзья лучше по лесам там полям рекам не гулять так еще здесь попугайчиков продают но сейчас видите нету никого и крысок всяких и так далее ну потому что сейчас выходные дни кто-то еще друзья празднует сегодня у нас вторник поэтому людей короче говоря еще нету может туда со среды четверга уже побольше людей будет не все продавцы вышли торговать еще вот так люди ходят что-то себе рассматривают покупают ну тут большой вычевый рынок и он кстати друзья самое что плохое нифига нет сортированный то есть нету такого что там одно отделение там шапками другое отделение там не знаю с куртками еще с чем-то то есть тут ходишь надо знать точки где что могут видите здесь хоть крыша хорошая все накрыто и дождя нет ну конечно периодически ремонтируют а это вот сторона выход в сторону мизера и цыганского яра вот так дальше если пройти то можно туда выйти но там железки запчасти для машин мопедов мотоциклов велозапчасти там и ремонтом тоже мужики занимаются эти часть модулей все-таки еще закрыта направо это рыбный павильон его не так давно построили не знаю мы там ничего не покупаем я не рыбоед я если любую рыбку есть то только такую под копченую или консервы а вот свежую чтоб жареную или там вареную тушеную не люблю меня от запаха выворачивает так на здесь мы срежем сейчас пойдем в железку с вами как всегда зайдем посмотрим что там кстати прикол вот этой камеры да у нее стабилизация конечно не такая суперская как у gopro но она в темноте лучше кстати снимает меньше глючится изображение вот я здесь в поведение сейчас мы зайдем в карты и на gopro снимал ну как-то не очень мне вообще не понравилось мама это довольно таки сносно в принципе вот эту камеру если на механический стабилизатор закрепить она вообще классно будет снимать но это надо специальный покупать на мой вот этот который у меня есть туда не поставишь он ее не держит она по форме как авторегистратор такая вытянутая так а тем временем мы зашли с вами в крытый рынок здесь если вам надо что-то подремонтировать там или нужно какие-нибудь там сверла или там винты шурупы гвозди утеплитель то что угодно короче хостовары короче для ремонта дома тут из инструментованы нагреватели всякие и тены и он мойки и сильфоны он и светодиодные всякие подсветки и лампочки ручки то что хочешь надо искать но ценник здесь друзья не очень мне нравится хотя есть точки такие с адекватными продавцами есть конечно такие барыги знаете как говорят на рынке два дурака один покупает долго продает короче кто кого надурит поэтому конечно лучше это покупать специализированных магазинах но другое дело что они не все работают не все если на рынке бывает можно найти то что тебе надо ну и плюс я живу недалеко от рынка поэтому проще ну и были меня уже знаю места где что продается видите здесь еще модули закрытые но здесь искать и на рынке тоже порядок наводят дополнительно что-то ремонтируют более так красивее делают так сказать чтоб эстетический вид был часть модулей опять убирают там особенно снаружи сейчас дальше пойдем я вам покажу там целый проулок убрали впереди у нас мясной павильон но друзья опять же напоминаю вторник не уверен что много людей в нем будет вполне возможно что никого нету но он ведь я приехал 31 если я приехал чуть раньше но мы 30 работали тут бы если бы на праздники поснимать тут наверно такие толпы их носились ценник правда на свинину был 450 плюс да вы знаете пусто пусто праздники люди короче еще отдыхают гуляют там единицы какие-то есть но они и так друзья у них только один выходной понедельник но может какие-то еще какие-то другие дни не выходят а так они в принципе рыночники конечно работают постоянно труд конечно у них оценить по-разному можно но там тоже есть свои нюансы друзья не так все но легко аудись медок налево хороший приходите за медом так но мы идем на выход как всегда очередь за хлебом это вот наш фирменный хлеб местный там продают вот в этом ларьке до данель а здесь тоже пошел всякий ширпотреб он видите там и краска для волос и носки и куртки короче все вперемешку шторы гардины короче найти нету какого это порядка какой-то тематики такой сортировки вперемешку все я не знаю почему она так сделано по сути арендуешь модули продаешь нюшу хочешь ногу кроме того что запрещено так сказать или там алкоголь всякое такое там разрешение всякие надо так а здесь у нас на выходе сигареты падает продаю сигареты тоже друзья очень подорожали друг мы жалуется что хорошие нормальные сигареты с россии практически не возят даже по дорогой цене а возят черт знает шо и ценник ну самый дешевый наверно в районе 100 рублей там 70 80 рублей но вообще наверно такое что-то непонятное но благо я уже давно не курю поэтому меня это не касается и к этому отношусь спокойно эти тоже здесь сейчас закрыта часть открыта помощи с вами так прогуляемся здесь часто советской а там продолжим прогулочку нашу там уже gopro достану там буду спокойно на gopro идти снимать видите здесь вот пусто кстати здесь по центру вот стояли лавки на них продавали короче ну как эти прилавки и лавки с ними и навес какой-то был здесь по центру торговали яйца фрукты овощи но видите их всех убрали теперь улица большая широкая не знаю будут еще ли что-то здесь убирать или нет может полностью всю улицу расчистить не за раньше тут была улица от этой волги можно было до парка доехать то есть автомобиль здесь свободно ездили а потому-то рынок настроили сити-центр впереди центральный вот и здесь видите вообще здесь все было в модулях с двух сторон тут ну то есть невозможно было проехать все убрали теперь свободная улица но это парковка у нас перед сити-центром видите полностью забитая кстати в сити-центре в центральном мы тоже были в прошлом году так что оставлю вам ссылочку в конце видео или сами смотрите на канале я не думаю что там прям что-то колоссальность изменилась за год тем более год был тяжелый но в перспективе я думаю сейчас потихонечку но туда надо будет через полгода через годик заглянуть думаю будет повеселее потому что людей стало больше в луганске больше работы больше зарплаты больше денег но и соответственно все потихонечку развивается а это у нас вот дом в котором глобус находится по правую сторону да кстати спор вот здесь подвале тоже мы были снимал есть видео кстати абсолют я так понял практически все превращаются в пары с паром может конечно не все не знаю может где-то будут какие-то другие магазины но основные сказали что станут с парами потому что хозяева абсолюта я так понял где-то жили на украине как-то за ними дистанционно следили а сейчас с этой ситуацией все так тем временем вы вышли друзья на советскую вот центральный вход в сети центр за спиной у нас осталась остановка и глобус не днем людей очень много друзья особенно в таких вот местах возле всяких магазинов торговых центров а то там есть пишут товарищи что людей мало не вот арктика бывшая ну там конечно кафешки уже нету там сейчас офис лтк лугаком здесь тоже всякие кафешки он магазины у нас центральный центральный раньше был гастроном но он был здесь елки перед ним росли и был газон а потом вот это вот их снесли еще тут такую настройку настроили вообще гастроном центральный занимал только первый этаж а сейчас тут получает а над ним была гостиница еще какие-то там то ли офисы то ли промышленно короче какой-то организации там были вот и сейчас вот это все как-то объединили и там получается сделали тоже типа торгового центра такого какого-то да друзья пробежались вот мы за 15 минут все вот это вот территорию о патриот военторг когда-то ходил заходил к ним перчатки себе искал чтоб на велосипеде ездить и руки не мерзли так а мы сейчас будем на ту сторону в парк переходить там уже переключусь на gopro и будем друзья снимать перекресток советская и улица котельникова внизу там мужик с вакелом ну и в сторону гаевого в сторону мирного южного идет улица советская так зеленый свет и мы идем на другую сторону машин друзья очень много стало раньше не было такого количества машин даже до войны дворы все машинами просто забитые друзья еще раз привет сегодня у нас 2 января уже обед чет я опять долго проспал продолжаем наше путешествие переключились мы на но gopro не стал я по рынку друзья с gopro ходить тут люди еще друзья очень так специфически к этому всему относятся с учетом войны с учетом вообще тут какие-то немножко люди запуганы этого все боятся поэтому лучше не провоцировать короче говоря в россии в этом плане это не все адекватно реагируют но более-менее там особенно больших городах там вообще к этому нормально относится тобой закону принципе это можно делать снимать без проблем здесь короче друзья пока так вот здесь вот уже где меня людно где поспокойнее можно спокойно друзья поснимать и прогуляться по парку вот кстати вот тут интересный но тут наверное могила я так понимаю находится но правда и уже больше ста лет это так сказать остатки здесь старого кладбища который здесь когда-то давно был везде красноармейцам памятник так сама шну фамилии там перечислены в 1970 год самое что интересное что вот эти вот красноармейцы они погибли под глубоким видите а глубокий далеко-далеко в ростовской области сейчас мы там с вами кстати были недавно катались сколько получается это где-то месяц полтора назад летний кинотеатр детская площадка голуби все это везде так тут кто-то кормит поэтому здесь много а он кстати да у меня спрашивали да друзья самолетов очень давно нету про него кстати где-то целая статья в интернете есть нету не замка света и таков скажешь он назывался замок смелости или как-то так где типа на машинках ездили там все дикие и бабки ешки высказывал выскакивали здесь тоже ёблочка кстати пойдем посмотрим с эти даже с гирляндами сейчас она конечно же не светится вышки наши но тут плакатики плакатики не будем сегодня там снимайте пробежимся прошлый раз и когда очень не был на телефон их полностью заснял моды гвардейцы памятники здесь я такой молодой дедушка ленин я смотрел читал далеке тридцатка да блин кажется как будто апрель бегал мне апрель еще короче друзья предстоит из тех и морозы фонтан работает но в теплое время ну конечно его уже пара тут реставрировать по полной и вот так подшаманивать понемножку ну мне кажется уже пора бы его целиком бы отремонтировать что-то он и плитка пообивалась да ну пора реставрировать этот фонтан но летом он работает летом конечно здесь красота а раньше когда-то на нем давно давно крачу маленький было на нем еще и цвета музыка было но цвета музыки уже давно нету тебя если бы сделали было бы прикольно на друзья сколько было кроссов поэтому парку сколько мы здесь бегали прыгали до были времена здесь сосеночка какая-то интересная кстати движет а крымская на раздельными иголками блин откуда час эти и на ворошилово хочется сходить но мы пойдем сейчас на ворошилово прогуляемся потом по низу мимо дома техники пройдем и на елочку вырулим потом мимо двадцатой школы наверх назад здесь 5 птички поют на камеру не стало сегодня все это микрофон и все остальное вешать так снимать ветерок местами конечно не станет политик российских добровольцев здесь поставили молодцы на солнце соцвечею не очень хорошо все люди хорошо лаврацкий там вдалеке полиция полиция уже не знаю как она сейчас называется здесь старый плакат давно висит любимый город ведь уже весь выцвел пора бы его обновить да сейчас конечно друзья на улице вообще классно классно но через пару дней уже дождь со снегом гуляем пока хорошая погода тем более что в каменске не так много места для прогулки правда здесь мы уже давно весь город обошли по 10 раз но у нас есть новые подписчики которые почему-то старые видео не смотрят поэтому прогуляемся еще раз но правда многие вещи которые я снимал я еще снимал на телефон этому качество там не везде хорошая gopro конечно снимает повеселее так не пойму какой цвет светофора не видно отсюда вроде машины и это сейчас пойдем на пустой нагуляемся по на красный свет так хорошо друзья далеке виднеется ворошилоград уголь часто наверно министерство у нас топлива и энергетики но это горсполком а вот рядом там центр оказания госуслуг а это мжк у нас уже пошло молодежный живой комплекс о фирменный магазин логанова кому надо фирменную водку сюда да здесь вышли конечно на открытое пространство надеюсь что-то будет слышно видите на всех вывесках госбанка в нр теперь добавили псб банк вчера уже видео снимал сказал вам что начали принимать российские карты в больших по крайней мере магазинах все друзья все отлично я думаю система быстро платежи все работает сегодня облаков нет и какой хороший вид видите как далеко видно это я так понимаю юбилейный наверно видно эти ствол шахты трубу ох даже террикон видно вдалеке вот это сегодня друзья видимость насколько здесь гулял вы знаете такого не видел ну сейчас еще поснимаем сейчас пока на ворошилово посмотрим кстати интересно много фильмов про него я вот кстати для себя нашел проект star media на ю тубе и кстати там цикл передач называется но фильмов документальных забытые вожди или как-то так его там один из фильмов есть про ворошилова короче очень интересный цикл советую вам посмотреть там про всех и орджиникидзе и пара буденного и про берию короче ну классный советую посмотреть он жд вокзал заседнеется а мы сейчас туда чуть-чуть вниз на эстакаду спустимся сверху немножко поснимаем вот отсюда сейчас хочу с самого верха поснимать здесь так сейчас хорошо видно отдали квартала видно и шахты видно прикольный террикон я как-то раньше не обращал внимание ну а здесь елочки новые посадили молоденький молодцы новые деревья нам нужны домик вы видите он кстати у меня он спрашивали луганск обстреливать стреливон смотрите результаты обстрел 14 года но стекла вставили но ведь облицовка вся взбита кирпичи видно но тут много еще это друзья таких вещей но вы что же еще поймите что луганск это луганск а если не разграничение луганск подальше находился а вот там в районе золотой и так далее там же друзья жопа это точно так же как за донецк говорят да есть два донецка один который жил нормально другой который обстреливали поэтому это некорректно так друзья ну ниже мы не пойдем внизу это вокзал потихонечку какие-то поезды с не уходят но также там часы автовокзал он видно сверху на эстакаде автобусы стоят вот отсюда кстати на избарина ходят но отсюда кстати междугородние тоже между и как сказать теперь уже не международные а в россии туда подальше ходят я надеюсь что количество этих автобусов будет потихонечку увеличиваться пока их не так много но вроде сейчас вот новый запустили со старобельска до ростова и вроде бы он каждый день ходит но я друзья на нем еще не ездил но вроде ну понятно от заполняемости на него можно сесть здесь у нас так что вот такие как-то дела до каменской автобус пока так и не вернули его так и нету ну ладно мы сейчас товарами пойдем пройдем видим туда к дому техники здесь уже час на сектор пошел это у нас китайская стена так лучше друзья заходим во дворы сейчас пройдемся немножко дворами кстати улански подорожали квартиры также улански дорожала арендная плата сейчас неплохо можно свою квартиру снимать соседи снимайте сдавать я уже заговариваюсь увидите парковок вообще не такая же беда как в ростовской области в каменске также сейчас можно нормально квартиру сдать вот мою можно было бы сдать наверно за 15 20 тысяч центре а было время наших сдавались за коммуналку или там тысяч за 5 у спрос появился и рабочих много приехал который строит ремонтируют и военных а за военными на жерна жены с детьми у кого-то приехали поэтому соответственно снимать жилье здесь благо по сравнению с донецком тут тихо и спокойно да кстати друг говорит то очень длинные видео горит делаешь надо их резать на части а я говорю да ну кто захочет на паузу поставит потом досмотрит и получается друзья делать короткие он делать начинаешь короткие потом кто-нибудь пишет ой а вы мой дом пропустили а вы паще вы там вокруг него кругами походили бы поснимали шубка каждую трещинку каждое окошко было и поэтому друзья каждому не угодишь здесь опять ветерок так бывший дом техники сейчас он не знаю какой-то там культурный там ансамбль потому что находится что-то такое хотя одно время он был в части вот этого института которого сделали тыка маяковского это у нас получается луганский государственный академический а не это не академический академия культуры и искусств имени матусовского можете как красиво здание сделать а дом внизу видите дом вас не стоит историческая ценность такая классная ну там когда-то был пожар и пипец и так он стоит короче его и не сносят и не отреставрируют но я думаю что классно было бы его бы отреставрировать сделать ним какой-нибудь музей много из таких домов тут дореволюционных классных старых а тут много есть и классно то что во время революции было построено и вот как-то так да ну сегодня конечно деньги прогулок отлично особенно вот местах где деревья побольше в дизинах где ветра нет вообще классно он пошел дом техники большое конечно строение на дна ниже спуститься эти дом техники моб 1955 год у здания большого камера конечно как глаз все не захватывает а тут торжество бус уехать покрасили нормально помню как просто после реставляции они разноцветные стояли ну и парк здесь идет этаж вот у нас друзья называется красная площадь фонтан он вроде работает но летом и вдалеке камброль друзья виднеется так но мы сейчас с вами пойдем наверное назад туда наверх на елочку сейчас мимо двадцатой школы еще пройдемся там немножко поснимаем он с эти тоже какие-то повесели надо прочесть интересно они тут старое еще на нации площадь стоял светомикольский собор вбудованы на честь миколая чудотворца 41 35 но когда-то здесь с собой а ну по-моему нечет кажется он ниже стоял кстати странно сколько я гуляю эту табличку я не видел написано и на мобе у нас 2006 года наверно мимо ходил не обращал внимание я думал свежая и нора просто покрасили да здесь спуск такой вниз прям пошел не хочу туда идти тяжело будет наверх подниматься так друзья здесь у нас памятник ликвидатором чернобыльской катастрофы тогда конечно ликвидации приняли участие люди со всего советского союза из луганска тоже много было до вечная память вам да вот книга памяти в 2006 году это все было установлено здесь фамилии но здесь можно не раз друзья гуляли поэтому это каком-то я видео прямо останавливался фамилии снимал и часовни здесь тоже а здесь памятник получается с полиции или где-то до милиции милиции погибшей во времена великой отечественной войны ведь его и к вечеру молодцы сейчас мы с вами выходим 20 школе 20 школа в ней я не учился мама моя училась 2 20 школе она там снаружи стоит ли же возле телевышки прям вот а здесь получается учились у меня часть друзей кто-то к нам кстати потом перевелся внизу гармошка вот а здесь мы были кстати когда-то или на ковене или на чем-то не помню какое-то соревнование было что мы здесь со школы присутствовали вот это я помню как мы шо друзья идем туда к елочке 20 школа вид сверху это у них здесь площадка спортивная здесь когда тепло постоянно дети играют баскетбол много футбол не видела баскетбол много прям играют сверху у нас бывший ворошила вратский сейчас мы там по улице пойдем посмотрим чё там вывеску не поменяли там же пол абсолют вроде говорят что будет спар теперь везде а здесь треночек небольшой местный тоже на рынке сейчас не так много людей еще ну что еще многие празднуют это нам только дома не сидится пока в луганске идем гуляем с вами друзья супермаркет пока работает вывеска пока у нас абсолют фонтан так только не сделали раньше был классный большой фонтан на всю длину а посредине была кафешка так она и не работает мы с вами пойдем пройдемся на елочку дом профсоюза театральная вот этот дом на театральном раньше был кафе была театральная на елочке вроде кто-то есть так массу друзья вот вышли мы на елочку эти движения перекрыто только уже самой елки здесь машины есть да ну здесь наверх перекрыты вниз проезд есть но люди кто то есть в этом году днем мы еще здесь на елочке с вами не были и там много людей ну там кафешки есть всякие закусочные там можно что-нибудь типа шаурмы съесть хуйны опять на дома наелся все никак не доедим салаты поэтому вот остался чтобы уничтожить а уеду в кавицк уже буду худеть а матрешка кстати так и работает гляньте сколько много людей в матрешку идет театр тоже он что-то работают люди внутрь смотрю заходят может тоже какие-нибудь эти новогодние поздравления для детей шарики продают украшения всяких лапушки вот эти здесь еду ветра нету а наверху вот смотрю гляньте шары как сдувают да конечно так вблизи при дневном свете девочка выглядит простенько но вот ночью когда вот эти гирлянды начинают красиво светиться вот тогда и начинается сопреставление вся красота шары виде флага россии ну и телевышка тоже сейчас не светится ночью конечно она выглядит красивее ну так народ гуляет не так много но люди есть марнак вечер побольше будет но вообще погода сейчас классная ну а мы сейчас с вами пойдем туда до кукольного театра пройдемся прогуляемся аттракционом на 1 рублей 200 300 потому что даже больше все любят машину кстати вот видите миграционная служба короче паспортный столик по моему свете много людей очень достает получают люди гражданства но у нас одно отделение здесь на одно по моему там на шевченко осталось это ленинский район может еще где-то добавились не знаю друзья люди получают паспорта тут видите тоже кафешка работает итальянская и японская кухня династия да и машин много у нас стоит много-много машин но многие сейчас наверно на елку приехали поэтому здесь машины оставили это у нас прокуратура где осенью был взрыв до жестко было конечно здесь вот суд ну а это вот бывший укртелеком а сейчас он логаком или как я не знаю линкс я лтк ну вообще лтк это раньше была небольшая луганская телефонная компания а сейчас короче цена диана может еще перемену тяжело сказать так но мы идем вниз дальше перешел я уже на другую сторону иду про тротуару ухты департамент борьбы с контрабандой нарушений там можно вправе но это друзья уже в прошлом а ну хотя неизвестно где граница будет ростовской области теперь границы нет останется ли украина или нет большой вопрос но если что-то останется что знаю какие планы у нас может и луганзе будет пограничной территории тяжело пока сказать но это у нас на локово идет с фантами у них летом работают ну вот кукольный театр начинается интересно я думаю что сейчас он тоже работает скорее всего тоже идут представление для детей кстати здесь тоже уже федеральная налоговая служба да уже российская ведь уже гербе висят россии флаги уже все чин по чину по закону как положено ведь видимо регистрационный центр да я уже прошлом видео говорил что друзья сейчас флп свои закрывают открывают и п выбирают там для себя систему налогообложения короче как-то так россия потихоньку к нам приходит за нее неплохая спортивная площадка здесь тоже хорошо с вами друзья сегодня прям прогулялись сейчас пойду назад на советскую чуташ вы знаете аж пить захотелось надо больше двигаться надо сейчас магазин зайти водички вдалеке убедиться водички вот здесь мы видим а вот органы ведь уже работают у них праздники закончились ну правильно сейчас столько всего нужно нового внедрить и так далее поэтому все работают и много ну что друзья будем прощаться на сегодня такая у нас получилось прогулочка подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии до всех еще раз с новым годом всем крепкого здоровья друзья ну и до будущих видео ну уже наверное все таки в каменске хотел уже второй раз это говорю друзья все пишите комментарии крепкого здоровья всех благ с новым годом пока 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 пока